Иди, подними ее, поставь. Я ее не варила, просто села на нее. Вот видишь, ты уже неправильно попросила. Ну, она же не была сначала. Сейчас будем знать, что нужно сделать. А когда мы не просим прощения вовремя, накапливаются проблемы, проблемы, идет отдаление и все время прочее. Ну, он же индейец. Ответили на вас вопрос? Вы ответили на свой вопрос? За что? За то, что ты терпима расставила? Скажите, что осталось у вас? Я думаю, что картину не раздавила. Сейчас, девочки. Бывает, что не хочется просить прощения. Понимаю, что человек не поймет тебя. Так. Не поймет. Да. И как подумаете, почему он не поймет вас? Не знаю, какие свои там принципы, решения. Отличный вопрос. Да, как бы вот есть какие-то предубеждения. То есть, когда он просит прощения, он не примет прощения. Да? Вот поэтому сейчас сказали, есть два варианта. Сам первое. Сам, если чувствуешь, что такая ситуация есть, доказательство опыта того, надо впервые себе задуматься, а правильно ли я прошу прощения? А правильно ли я прошу прощения? Почему он не прощает меня? Может, я не в том эмоциональном состоянии, не в том эмоциональном состоянии, не чувствую раскаяния. Вот представьте, что у вас пришел человек, вы на человека, на который вы очень-очень злый. Всегда поставьте себя в роль. Нам всегда нужно поставить в роль себя оппонента, как бы я хотел, чтобы он просил у меня прощения. Правило номер один. Если ты не знаешь, как действовать, всегда поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой. Никогда не ошибешься. Потому что мы обычно так и действуем. Мы хотим, аж других людей, ожидаем твой. Может, не совпадение, но, по крайней мере, ты будешь делать так, как ты искренне... Я бы приблизительно. Ты искренне делаешь на то, что ты способен сегодня. Я прошу прощения у тебя так, как бы я хотел, чтобы ты просил у меня. Мы записываем здесь. Все равно трудно бывает. Маме нет. Конечно, так трудно... Вот трудно что? Именно просто признать, что я ни в чем-то виновата? Я даже не знаю. Смотрите, какие у нас... Бывают просто такие... Вот я считаю, что я вообще тут не виновата. Друзья, ну вот... Абсолютно. Возвращаемся к пункту... Возвращаемся к пункту... Возвращаемся к пункту номер один. Вот к пункту номер один. Верните назад. Осознание. Если я... Когда я просхожу о сознании, я пришел к поводу, что я не виноват, тогда эта схема не для меня. Это не просил... Ну да. Что же просить? Что же буду просить, если я не признал, что я виноват, то эта схема не для меня. Я живу себе дальше и как бы на себя наворачиваю неприятности. Мы вернемся к этому вопросу позже, как это помочь, когда я расскажу про духовный курс по поводу того, что все учителя, ученики и все, что мы имеем, это наша причинно-следственная связь. Надеюсь, что это вам поможет осознать. Но первое основное, то есть я должен встать в позицию, если я не встаю в позицию понимания, что я виноват, тогда она и не будет работать. Но это схема. То есть изначально понимание прощения, я должен знать, что я сделал не так. Если я считаю, что ты ничего не сделал такого плохого, тогда зачем прости прощения? Тогда это вообще не нужно тебе, это тебя не касается. Ты идешь дальше своим путем, все нормально, все классно, всех сметаю с пути и все. Я клевый, четко. Классно. Так, какие вопросы теперь есть? Скажите по этой части, мы сейчас перейдем в другую часть. Для меня понятно. Вот я для себя сделала вывод. Вот как вы сделали вывод, что это так простые. И тогда я для себя сделала вывод, что мне это выгодно, это действительно моя выгода. Что сказать, ой, ну да, я же всегда везде опаздываю. Как он говорит, включаешь блондинку, ружуешь, сулова. Как вторичная выгода называют, вторичная выгода. Да, получается вот конкретика. И надо, наверное, взять на себя ответственность за то, что я буду предлагать компенсацию. А я же тут такая звезда, чтобы все были должны мне. Вот теперь я его слышу. Вот я понимаю. Боже, надо ему позвонить. Супер, классно. И попробуйте прийти домой, сделайте, вот если что-то есть, сделайте по этой схеме, пропустите это все. Другой вопрос. Я ленивая. Ну, здесь уже смотрите, надо найти стимул, надо найти тот ресурс, который позволит вам, вам нужно найти, что я выиграю от того, что я это сделаю. Потому что был стимул, что я от этого получу. А очень много здесь смотреть. Я получу надежную. Опять же та же выгода для себя. Да, это самое лучшее работает из моего собственного эго, что мне от этого будет хорошо. Почему мне выгодно просить прощения? Он ко мне будет хорошо относиться, он меня будет любить, он будет мне доверять. Он будет в хорошем настроении, значит, и мне будет в хорошем настроении. Да-да-да, я вся выгода от этого. Мы не можем брать только высокодуховные люди, высокоразованные люди сознательные, и выберут на себя аскезы в ущерб себе. Мы должны научиться сначала хотя бы делать хорошие поступки, исходя из своего собственного эго. Моему эго хорошо, я удовлетворяю свои чувства. Это начальный хороший путь, пока мы не поднимемся до шестой, седьмой чакры. Хотя бы до четвертой. Постепенно. Поэтому исхожу из моего, что мне хорошо. И так и делаю, исхожу из этого. И самое еще запомните правила сделать, еще раз напоминаю, что если я не знаю в любой ситуации, как поступать. Поступаю так, как бы я хотел, чтобы поступили со мной. Все. Поэтому есть такая прословица. Поступай с людьми так, как я хотел, чтобы поступили с тобой. Потому что в этом случае, в этом случае ты не ошибешься. Ок? Ты будешь комфортно три самим собой. Ага. Так, сейчас я глянем, что у меня тут записано. И я сейчас, если еще раз проговорю, что у меня записано по списку, вы посмотрите, что у нас было пропущено. Итак, как изменяться? Первое. Анализ. Второе. Признать, что есть проблема. Это сейчас я просто резюме делаю, да? Спасибо, что пропустил. Третье. Обозначить и признать ошибку. Обозначить саму ошибку. В чем конкретика, да? Обозначить саму ошибку и признать, что она есть перед партнером. Я совершил ошибку, то-то, 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 то-то. Я сделал то-то, то-то, то-то нехорошо. Так? Еще один момент. Сделайте такой инжекшн, когда я вот попросил прощения, вот попросил прощения, проговорил, да? Возможно, будет ситуация, как бы чаще всего встречается, что партнер, вот, когда он видит мое искреннее раскаяние, у него вот идеально будет, когда он назад начнет тебе говорить. Да, ты меня видела, вот, ты сделал не то, я первый день, а вот ты мне вчера обещала, сделаешь, боже, позавчера я все-таки хожу, когда и голодный, и злой, и устал, доработался, а ты все, у меня ощущение, что ты меня вообще не любишь, и не заботишь. Let him speak out. Дайте ему возможность выговориться. Дайте и проявите здесь тоже чувство сострадания. Да, я понимаю, где себя чувствую. Вот здесь как раз, вот здесь как раз чувство сострадания мое женское, потому что мы о чувствах, он говорит, да? Он говорит о чувствах. Если он будет говорить там о каких-то цифрах, может быть, о бизнес-переговорах, тогда вы должны, соответственно, говорить на следующей модальности, от конкретики, да? То есть, да, я согласен, я понимаю, ты потерял там 100 долларов, и вот так-то так, и все пошло дальше. То есть, конкретно. То есть, дать и обязательно выслушать в этом процессе, когда он начинает высказывать, что это ему нехорошо, какой у себя пухло, потому что он хочет опять же увидеть, что обратная связь. что ты это понимаешь. Ты понимаешь, как ему плохо. Ты осознаешь, ты осознаешь, и ты чувствуешь, как ему плохо. Если ты будешь таким стеклянным лицом… Да, ну да, 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 конечно, да, да. А последальше. Что надо? Не поешь. То есть, окей, вот это очень важно. То есть, это очень важно. Поскольку я буду говорить о своих чувствах к нему, и я должна быть готова принять от него чувства. А лучше хорошо, если я вот своим раскаянием, вот девочки, сделайте вот это вот очень важно, своим, почему вы женщине, вот своим чувством раскаяния, чтобы я открыла его чувства мне назад, чтобы он начал со мной коммуницировать на чувствах назад. Это будет хорошее показатель того, что вы тронули его чувства. Верно? Если он останется холодным, как стена, значит, мои чувства плохо были донесены. Мои сострадания плохо были донесены, а он их не прочувствовал. Эффект слабенький. Даже компенсацию дашь, ну, от ума будет, но нам нужно чувства тоже. Нам нужна конкретика, конкретно компенсация за убытки, которые мы понесли, не поставки товара. И также нам нужны эмоции. Это очень важная часть. Еще раз. Пожалуйста. Задача, когда я раскаиваюсь, это у нас какой шаг? Это у нас третий шаг, да? Да, это третий шаг у нас. Когда я раскаиваюсь, я должен это делать таким образом, чтобы партнер, к которому я обращаюсь, прочувствовал это. И начал со мной говорить, рассказывать о своих чувствах, что у него болит. То, let him go. Да, если у него червяк сидит внутри, я должен позволить ему выйти оттуда. Если это терапия получается, я помогаю ему отпустить то зло, то недовольство, которое у него ко мне было. И в этом моя выгода. Потому что если он ко мне с таким, с чувством обиды, тяжело принять это, простите. Я думаю, я должен зайти, я терапевт в этом случае покупаю. Я должен помочь ему открыть, выпустить свои эмоции. Любыми способами. Целуй, говори, что хочешь, делай массаж, я тебе сейчас сделаю во время этого. Массаж делай, дорогой, да, раскачивай, все хорошо. Ну, как ты сейчас чувствуешь, котик ты мой, та-та-та. Как вы там умеете с вами разговаривать, да? Если мы говорим там о мужестве. То есть, если женщина с женщиной говорит, соответственно, то же самое. Мы говорим таким образом, чтобы дать ей выпустить свои чувства. Если мужчина с мужчиной говорит, значит, дать мужчине высказать то, что мужчина чувствует. Мужчина обычно будет скуп на эмоции, естественно, он будет больше по-конкретнее говорить. Да, ты меня, Вася, поставил, вот, и из-за тебя я клиентов потерял и все остальное прочее. То есть, я вот это, если мне, твой партнер, который я прошу прощения, со мной начинает так говорить, высказывает, что он чувствует, значит, все, я… Лед тронулся. Отлично, лед тронулся, теперь только нужно добавить, подмазать, компенсировать, гарантии на себя взять и потом в конце сделать замазку или компенсацию. Все, cool, отлично. Он уже ничего, то, что у него там было внутри, оно вышло, оно не внутри, оно не держится. Все, мы все очистили полностью. Здравствуйте. Есть какие-то дополнения к этому? Кто что-то там может добавить? Здравствуйте. Так, здравствуйте. Так, ну, теперь давайте обратную связь, пока мы перешли, тем, кто пришли на вторую часть, вторую часть, как мы будем прощать, вы как раз пришли, как раз в второй части, как научиться прощать. Ой, очень. А мы сейчас перед этим учились, как просить прощения. Ну, тоже хорошо здесь. Скажите, с чем вы пришли, с чем, что у вас получилось, что вы сейчас осознание какое прошло? Да, да, вот это все, да. Ну, я осознала, что с мужчиной надо слушать. По-другому, для меня это самое главное. И как вы будете делать? Конкретнее, сейчас все надо проговаривать конкретно, что я не так сделала конкретно. И справлять, ну, со своей ошибкой. И плюс надо обязательно компенсацию. Компенсацию и брать на себе обязательства. Обязательства и компенсацию, да? То есть, конкретно должно быть, с мужчиной конкретно. Если с женщиной будете общаться, что, как будете с ней говорить? Ну, там главное, эмоции вызвать. Эмоции, хорошо. А что еще эмоции вызвало, показало, что сочувствую? Я понимаю, ты себя чувствуешь, что дальше? Прощение, прощение. Прощение, что еще? Компенсация. А компенсация, гарантия? То же самое. Все то же самое, что для мужчин, только для женщин. Только для женщин, когда я с ней общаюсь, я с женщиной через чувства. Я показываю, здесь, когда я тебе рассказываюсь, я показываю ей, я понимаю, как ты себя чувствуешь. Акцент на этом. Для мужчины, если конкретика, то для женщины, но если идет бизнес, даже если женщина, мы если говорим о бизнесе, да, каком-то, мы бизнес-партнеры, две женщины, мы начинаем общение через чувства, потому что доминирующий канал общения, восприятия, но потом добавляем конкретику, потому что это бизнес. Бизнес-конкретика, цифры, килограммы, тонны. Но начинаю с первого канала, чтобы она поняла. И что будет показателем того, что она тронулась моим извинением, раскаянием? Ну, она будет, значит, в ответ проявлять свои эмоции, высказать свои мнения. Отлично, да. То есть она показывает, да, партнер высказывает свои эмоции. И эмоции он как эти высказывает? То есть, да, то есть мы чувствуем, что он не напряженный, да, он не как взлетает ракета, он идет уже как бы так, ну, понимающий, да, понимающий. Да, смотря какая женщина, может быть сначала там, а потом… Может быть, но в конце задача какая, что когда… То есть, если я человек вижу, я вижу, что человек раскаивается, раскаялся, то я же не буду на него орать, да, если я вижу, что ты раскаялся, то я уже как-то чувствую такое, ну, ну, да ладно, ну, да, 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 ты была сводишь такая, конечно, у меня, ну, шо ж с тобой делать, ну, иди сюда, ну, шо ж делать. Вот, вот это, вот это будет вам сигнал, что вас простили, да, что вас хотят простили. Ну, мы это чувствуем, мы это чувствуем, когда… Да, вы женщина, я рассказываю для мужчин тоже, да, для женщин у вас, да, вам получили, вы молодцы, у вас чувства, у нас, мужиков, это дело закрыто, если вы не поможете нам открыть. Поэтому, да, вот такая штука. С чем вы ушли? Возьму на себя обязательство исполнять то, что буду предлагать на компенсацию, потому что я не могу гарантировать, что я прям так вот, как идеальная хозяйка, каждый вечер, потому что у меня вечерняя работа, каждый вечер буду ему… Ну, пельмени, заготовки пельмени есть всегда, в магазинке. Это на черный случай, да, на черный день. Притом он стал их покупать. Ну, так, чтобы не убежал, а потом к другой женщине, которая будет его кормить, да, чтобы это не случилось. Ой, кошмар. Что новое для себя еще узнали? Ну, вот это вот и новое есть, что… конкретика, вот что нужно… Если вам интересно, присадитесь поближе, не стесняйтесь. Мы сейчас будем обсуждать вторую часть, как научиться прощать прощение. Это работа очень серьезная, если кому-то интересно, друзья, поближе садитесь сюда, потому что нам нужно… Просить прощения? Да, мы сейчас прошли, как просить прощения, а сейчас будем… А, как прощать. А сейчас будем, как прощать. Да, это серьезное дело, серьезная работа, работа с энергией. Здесь нужно отношение, духовное внутреннее состояние, если вам интересно. Если не хотите, тогда просто, ну, скажу, покиньте пространство, да. Какой смысл? То, что мы сейчас просто там и настроились, потому что работа будет… Чтобы я не говорил, как бы, стена там, которая… Да, 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 абсолютно верно, да, это здорово. Хорошо, здорово. Так, с чем вы? Что вы вынесли? У меня больше, наверное, было с компенсацией. Ну, вроде как гарантии я стараюсь не нарушать, но с компенсацией… Была проблема, да? Загладить, да. Загладить. Как будете теперь действовать? Ну, буду… буду делать выводы. Хорошо. Здорово. Здорово. Замечательно. Ну, что, ребята, да, перейдем. Давайте перейдем ко второй части. У нас время еще есть, да, как раз? Отлично. Здорово. Значит, вторая часть. Есть какие-то вопросы по этому? Угу. 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 Счастливых. Дорогая, ты молодец, ты сходил на этот фестиваль, ты… Ты не зряв? Ходи туда постоянно. Да, ты не зряв. Ходи туда постоянно. Ходи туда постоянно. Вот, я тедюшка, я тебя подвезу еще, чтоб ты там постоянно биралась, побольше ума и разума. Это очень здорово, ты у меня становился такая женщина, такая классная. Я тебя еще и в Одессу вбилели в курсе. Я тебя туда подвезу. Если у вас есть где писать, возьмите, это вам очень пригодится. Просто сейчас я даю конкретную технику. Это не вода, а конкретная техника, которая нужна для того, чтобы, которая поможет вам решить ваши вопросы. Как научиться там суть, как научиться прощать. Как научиться прощать, окей? Так, давайте сделаем минутку-перерывку. Перерывчик, как я сейчас сюда перенастрою. Это минутка. А, сделайте паузу, пожалуйста. Паузу. А, сейчас я сделаю паузу. Нажмите красный, нажмите кнопку.